В большинстве случаев судьбы отечественных детдомовцев даже после выпуска из интерната остаются незавидными. Но ленинградской сироте Маргарите Богдановой повезло. Ее жизнь сложилась самым наилучшим образом. Ее можно сравнить со сказочной героиней Золушкой. Удачно выйдя замуж, эта женщина на протяжении многих лет не покидает списки известного всем журнала Forbes. Маргарита, ставшая в замужестве Луи Дрейфус, предпочитает не рассказывать о своем происхождении и детстве. Если верить официальной информации, то родители Маргариты погибли, когда ей было всего 7 лет. После этого воспитанием девочки якобы занимался дедушка, но некоторые журналисты считают иначе. И вот что они узнали, покопавшись в архивах. Маргарита Богданова родилась в 1962 году. Девочке дали фамилию матери, поскольку ее родители не были женаты. Мать Маргариты, Наталья, забеременела, когда ездила на свидание в лагерь к ее отцу, Олегу Иванову, отбывавшему срок за разбой. Олег Иванов освободился уже после рождения Маргариты. Только тогда они с Натальей узаконили отношения. Но жизнь у них не заладилась, супруги спились. В 1967 году они отправили Маргариту в интернат. Богданова была прилежной ученицей. Если верить официальной версии, она даже получила высшее образование. Но архивные документы указывают на то, что после восьми классов школы Маргарита пошла учиться в торговый техникум. Если у девушки нет денег и хорошего образования, но при этом она красива и наделена харизмой, то поправить свое положение она может за счет выгодного замужества. Что и случилось с Маргаритой Богдановой. Выйдя замуж за иностранца, она вдруг оказалась на Западе. Но как она нашла себе заграничного мужа? Насчет этого существует и несколько версий. Одни источники рассказывают, что знакомство с иностранцем состоялось, когда Маргарита работала переводчицей в гостинице «Интурист». Другие утверждают, что она тогда была официанткой в одном из ленинградских ресторанов. Женихов девушка подыскивала не только в рабочее, но и в свободное время, часто ходя на дискотеки. Богдановой было 22 года, когда она в 1984 году вышла замуж за гражданина Швейцарии Оскара Герспахера. Он был старше ее на 11 лет. Их брак распался практически сразу после переезда в Швейцарию. Не исключено, что он изначально был фиктивным. Но, возможно, Маргариту не устроила работа мужа. Ор был обычным водителем. Как бы там ни было, но Маргарита решила попробовать самостоятельно обосноваться в Европе. Она начала работать в советско-швейцарском предприятии, занимавшемся продажей компьютеров. В 1988 году она полетела из Цюриха в Лондон. И тогда на борту самолета она познакомилась с 42-летним гражданином Франции Робертом Луи Дрейфусом. Маргарита тогда первая завязала с ним разговор. Неизвестно, чем именно Роберта заинтересовала молодая попутчица. В то время всех интриговал русский акцент. Возможно, дело в этом. А может быть тем, что Маргарита, если верить желтой прессе, уже в самолете не отказала ему в интимной близости. Роман с Робертом Луи Дрейфусом превратил жизнь советской сироты в настоящую сказку. Ведь этот мужчина оказался миллиардером. Его компания продавала сельскохозяйственную продукцию более чем в 50 странах и контролировала 10% мирового рынка. В 1992 году Маргарита с Робертом поженились. Влиться в новую семью Маргарите было тяжело. У нее сразу не заладились отношения со свекровью. Зато она исполнила давнюю мечту своего супруга. Родила ему трех сыновей. В 2009 году Роберт в возрасте 63 лет скончался от лейкемии. Тогда отношения Маргариты с его родней накалились до предела. Луи Дрейфусов злило, что вдове досталась большая часть семейного имущества. Никто не хотел потерять крупнейший в мире сельскохозяйственный трейдер. Кроме того, Роберт Луи Дрейфус имел в собственности футбольный клуб Олимпик де Марсель. Маргарита тогда взяла большой кредит, чтобы выкупить акции у Луи Дрейфусов. Ее доля в итоге выросла с 69,6% до 96%. Она стала самой богатой из всех русских женщин. Имея швейцарское гражданство, Маргарита Луи Дрейфус решила жить во Франции. Она владеет двумя самолетами и недвижимостью по всей Европе. В 2013 году Маргарита сошлась с вице-президентом международной инвестиционной компании BlackRock Филиппом Хильдебрандом. В 2016 у них родились и девочки-двойняшки. Иногда Маргарита приезжает и в Россию. Говорят, что во время своих визитов она посещает и интернат, в котором прошло ее детство. Луи Дрейфус Холдинг начал экспортировать российское зерно. В ряде южных областей России ее компания владеет девятью зернохранилищами. Олимпик де Марсель Маргарита продала, а три года назад, если верить СМИ, она решилась на продажу 45% акций своей компании фонду ADQ из Объединенных Арабских Эмиратов. Но даже при таком раскладе Маргарита Луи Дрейфус не покидает список богатейших по версии Forbes женщин.